Сегодня будем показывать наш урожай икона. Здесь 5 растений, по сути дела. Еще одно оставили в земле для эксперимента, посмотреть, как сможет ли перезимовать или нет. То есть вот это вот, сейчас покажу вкус. Вот это вот то, что едят. А вот это для посадки. То есть мы сейчас это все разберем. Клубни отдельно, а вот это корневище, оно у нас пойдет на следующий год. То есть в прошлом году мы купили 5 корневищ, высадили, получили вот этот урожай. Ну там еще есть немножко. И еще покажу одно вот такое растение. Вот это не было посажено. То есть было посажено другое растение, залито, успел стебель лечь, прикорениться. И вот еще успел дать вот такой вот урожай. Ну он не успел вызреть. Вот эти сами плоды, они созревают, ну как плоды, условно скажем плоды. Они созревают буквально, вернее набирают массу буквально за последний месяц. То есть они за последний месяц своей вегетации, они вырастают в два раза. Но, к сожалению, у нас в этом году очень рано морозы. Вот эти растения все попали под морозы до минус 4 дважды. Второй раз с ветром 30 метров в секунду растения не погибли. Надземная часть, как мы видим, пришла в негодность полную. Из-за этого остановилась вегетация. Так бы мы еще, конечно, поддержали, был бы больше урожай. Но в следующем году для эксперимента хочу посадить еще в большую емкость с каким-нибудь таким хорошим рыхлым плодородным грунтом. У нас очень тяжелая земля была, трудновато выкапывать. И из-за этого они ломались. И из-за этого, конечно, может быть, были бы покрупнее. Потому что в рыхлом грунте попробуем песочком досыпать. В общем, как-то разрыхлить почву. Что еще? На жаре листья у нас бывало так, что привидали слегка. К вечеру восстанавливались. Ну и мы поливали. У нас в этом году очень сухое лето. Пришлось поливать. Без полива, думаю, было бы меньше урожая. Вредителей на нем не было никаких абсолютно. Заболеваний никаких. Листья очень приятно пахнут. Пахнут так, как свежая семечка подсолнечника. Вот когда шапку срываешь, кто пробовал, в деревне, может быть, был. Очень приятный такой свежий запах свежего молодого подсолнечника. Вот у листа точно такой же запах. Листья крупные были. Ну, как я сказала, уже не было вредителей. Он у нас почему-то все время стелился. То есть вот я на фотографиях вижу, у людей какие-то высокие такие растения. У нас такого не было. Вот видно, что они все изогнуты. Они все дорастают сантиметров 60-70 и ложатся. Дорастают и ложатся. Но благодаря этому мы получили дополнительный урожай. То есть стебель лег, перекоренился, и потом мы получили еще несколько плодов. Если бы было потепле, они бы еще даже наросли. Но не успели просто. Мы его уже пробовали. Он очень вкусный. Сейчас его можно и сейчас кушать, но он больше похож на топинабру. Вот пока сейчас свежий. Если его подержать в тепле несколько дней, буквально, можно пару недель, он становится очень вкусным, сладким, сочным, с приятным ароматом и сладковатый. Можно просто чистить и кушать, даже ничего не готовить. Он очень вкусный, не считая того, что он очень полезный. То есть для людей, кто страдает сахарным диабетом, считается, что даже листья заваривать полезно. Одно из самых растений. И сам якон, и его лист, все ведет в пищу, все употребляется. Его с удовольствием едят кролики. Листья для них это прям лакомство. Они очень хорошо едят. Хорошее растение. И как кормовое, и как пищевое. Ну и как лекарственное тоже. Будем выращивать и другим рекомендуем. Ну, хотелось бы побольше. Но у нас проблемы с местом нет. Некуда его. Хотелось бы побольше выращивать. Может быть, еще одну грядочку под него как-то выделим. Или две. Или три. Ну, как пойдет. Ну, все. Спасибо за просмотр. Всем хорошего здоровья. И хороших растений.